спонсор выпуска продавец света добрый день дорогие наши друзья наши подписчики и просто мои зрители канала добра и позитива говорит и показывает москва россия и в сегодняшнем выпуске я бы хотел предложить вашему вниманию посмотреть такой ролик я не знаю как бы нарезку некий микс такой да о моих путешествиях по солнечному и сказочному израилю у меня очень много информации об этой стране очень много разных роликов из мертвого моря и замечательного старого рыцарского города акка из хамат гадера из термальных источников в общем очень очень много всего всего интересного эти ролики старые какие-то из них я записал недавно залил некоторые ролики вы в этом выпуске увидите вообще эксклюзивно в общем одним словом в преддверии нового 2014 года хочу вам порекомендовать посмотреть о этой стране может быть кому-то это будет интересно и полезно желаю вам хорошего просмотра ролик часа на полтора вот так вот рассчитывайте до берите чайок кофеек запасайтесь бутербродиками я думаю что будет интересно ну и спасибо за просмотр и за ваши комментарии и конечно за ваши лайки все смотрим добрый день дорогие наши друзья наши подписчики наши телезрители сегодняшний репортаж 10 января 2012 года мы ведем из тель-авива из самого центра где находятся разные бутики и магазины в общем какая-то улица на иврите даже не знаю как это почитать сидим в летнем кафе немножко прохладно но тем не менее нас греет то что мы себе сделали сегодня небольшие подарочки а именно я купил французской фирмы лалик браслет уже второй раз кстати говоря мы его случайно где-то просрали нет я его нечаянно потерял нравится именно то как они упаковывают вот эти вот все вещи потрясающе брызгают духами французскими запаковывают вот в такую вот интересную вот разную упаковочку упаковочку это мне принесли салат вот такая тут тарелка огромная это супчик и вот такая вот коробочка здесь вот так вот открывается вот это вот горный хрусталь руками обработан горный хрусталь обработанный вручную то есть эта фирма как я уже сказал французская она не как муранская делает это из стекла а делает именно из хрусталя из горного и мы сегодня нашли вот этот магазин и очень был рад то что мы нашли именно розовый цвет так что мой браслет я нашел когда-то 2 года назад потеряла сейчас я вам покажу что мы купили еще а теперь я хочу показать то что я купил себе вот такой вот фирмы бали у меня есть такие вот разные штиблеты летние фирма бали это швейцарская фирма вот я сегодня купил себе вот как свои штиблеты вот такую вот вот такой вот как не под штиблеты под джинсы под манэ под бэв шестерку синего цвета да точно такой цвет один в один то что вот сюда вот да можно положить видишь такая вот штучка можно положить телефон очень удобно смотрится вот этот телефон вот можно засунуть вот так вот понимаешь и сюда положить разные всякие штучки дорожный вариант серый боксер если у вас в швеции в ботеборге продают фирму бали швейцарскую то рекомендую приобрести обязательно эту эксклюзивную вещицу как раз на поясе не будешь носить а то облучается все время и еще что я хочу сказать что я приобрел сегодня еще вот это я не буду сильно показывать за столом я просто здесь покажу это тоже фирма бали я себе купил на лето такие вот мешочки пакетики ботинки я себе купил ботинки ботинки белые ботинки из кожи козы из кожи козы и мне дали еще второй комплект шнурочка видишь и главное тут продают летнюю коллекцию сидят просто эксклюзив в Италии уже ничего нет летнего а тут продают надеюсь я у тебя сегодня так порадом и скидки 50% за все про все мы отдали 450 евро почти 500 евро да мы надеемся что в аэропорту Тель-Авива в Бен-Бурьоне нам вернут такс при 16% поэтому я думаю что это 72 евро 72 ну что чуваки израиль круто мы хотим отдельное спасибо сказать нашим друзьям Сергею и Татьяне и Паэне Семеновне за то что они нас так встречают и мы вас любим и уважаем вас чао ада за здоровье добрый день дорогие наши телезрители друзья наши товарищи подписчики сегодня 29 декабря пока еще 2011 года мы находимся в Израиле на севере страны в городе Акка город который построили крестоносцы сейчас мы вам покажем что здесь есть как в любом прибрежном городе тем более это арабский квартал есть мечеть минорет есть порт вот такой вот это конечно не порт монтенегро но тем не менее очень много рыболовных сетей рыбаков много рыбы сейчас пройдем на рынок вам покажу что тут есть ну пойдемте посмотрим что тут есть интересного этому городу я думаю что около тысячи лет вот честно говоря он очень похож на черногорский котор да такая же вот архитектура приблизительно одного и того же периода времени тем более учитывая то что Израиль тоже стоит на Средиземноморье сейчас мы с вами зайдем и посмотрим что находится в старой части города вот такие вот люки красивые с гербами смотри какой дворик да вот такой вот караван царап да всех поздравляем с новым 2012 годом удачи всем здоровья счастья вот такой вот арабский квартал вот такая вот архитектура я говорю чем то котор напоминает средиземноморский стиль вот такие вот здесь на эти мостовые из известняка из мрамора ну немножко конечно ну Иерусалим тоже на такой же а резновато ну чувак плетет сети а рыба здесь действительно есть крупная вот какой закололок кстати да немножко напоминает и Иерусалим тоже древние арабские бывают да ну крючки мотают наматывают да Сергей боксер из Готеборга из Швеции нам показывал свой город тоже ходил там показывал что у них есть маленький Брайтон где они живут а мы сейчас вам покажем где мы находимся да вот тут видишь кальянчики курят ребята сидят мы здесь в этом городе уже несколько раз были а точно три раза и каждый раз по-своему он нам кажется это вот такие вот здесь вот песнопения происходят так что музыку накладывать не нужно да ну что там пойдем дальше посмотрим что тут есть еще всякие сувенирные лавочки есть сейчас пойдем купим свечки иерусалимские они должны быть в каждом доме обязательно да сейчас мы зайдем вот в этом магазинчике купим свечки сейчас я хочу показать какая там рыба всякие напитки еда фастфуд ресторанчики кафешечки всякая ботва продается а мы идем дальше да восточные сладости кстати очень вкусные вот эти мы брали да очень вкусно но очень сытно поэтому их много не съешь вот так вот это конечно не готыборг всякие соленья маслины базар вокзал короче черкизон по-русски сейчас я вам покажу какая здесь есть рыба натуральная свежевыловленная и свод средиземного моря так что очень вкусные здесь соки гранаты гранаты просто огромные и очень вкусные да рыбка креветочки кальмарчики зубатка все продается здесь всякие вот эти восточные специи видите да всякая штука здесь вкусная продается ну что осталось еще два дня до нового года вот такие вот восточные базары вака очень вкусные фрукты мандарины куркума разная помидорчики помидорчики о какая акула видали лежит акула да такая не кислая короче еще здесь есть такой народ называется друзы у них очень вкусная есть такая лафа называется готовит как правило женщины специальных таких как типа тандыра в печах таких просто здорово супер и очень вкусно и вообще израиль он конечно многогранный и много лики тель-авив он современный хайфа такая рабочая суетная вот ака она такая арабская как бы территория кофем очень вкусно пахнет потрясающе орехи разные продают ну короче всего полно здорово здорово архитектура такая старинная здесь ну ладно всем нашим друзьям огромный привет здоровья и удачи израиль реально святая земля хотя бы разочек раз надо сюда приехать посмотреть назарет иерусалим храм гроба господня и все остальное ну ладно пока и вот гранаты посмотрите какие они огромные большие вообще серый я забыл сказать что это не 10 шагов от грамма гроба а сто ну ты уже все сказал ну слава если повернуть камеру назад то можно увидеть его проходик и с правой стороны там прекрасное святое место мы свечки опалили и все все наши сувениры приложили на камень помазали да подожди да потому что камеры не было и мы сейчас покажем то что мы сделали и положили все еще на камень помазания это разнесется это разнесется по разным странам и по России и по Черногории это батюшке обязательно передадим пахнет да все как полу какие то дорогущие свечки все аккуратно шли белые покажи все давай и вот эту свечку мы тоже опалили для повседневного пользования да можно и в доме там и везде на работе Илька пошла поменять денежку для того чтобы положить записочки за здравие и за упокой в храме гроба Господня сейчас мы поменяем копеечки и пойдем это дело тоже сделаем thank you very much о это круто серый сейчас мы записочки положим все будет хорошо тут целая история ну Виктория Викторовна разнесло покоить Золотой кресло, видно Голгоф, опять стена Вику лечим Он сказал, что только два священника закрываются, исходя из благодатного огня И с ними полицейские, чтобы не было никакого И только они знают секрет исхода благодатного огня Поэтому этот секрет уйдет вместе с ними в гроб И передадут они потом другому И поэтому никто в жизни нашей не узнает, как идет благодатный огонь Понятно Все, спасибо, Серега зажег, и мне сразу летуч стало Я прокашлялась гранатовым золотом А для чего мы их брали? Вот для того и брали В нужный случай запарился Вот, Александровская подверье Вот так Иерусалима в Лизунасток Конечно, это оно, что у грешного пути Порок, который мы брали Эта трещина у ворот называется фигольная пушка Мусульманский квартал И двери, которые... Вот такой век засранный Может быть, просто чуть-чуть погрязнее Но, в принципе, то же самое То же самое, что во всех кварталах Да, и котор, где все Чистенько И улицы с мылом моют А здесь вон какой Грязный Зато котор никогда Иерусалима не станет Вот так, сваями, чтобы земли, наверное, не падали В еврейском квартале 300 квартир Живет 3,5 тысячи населения Семьи многолетные Поэтому тут слышно детский крик В общем, весело тут Здесь раскопки проводятся Вот там стоял храм Иерусалимский Я хочу сейчас... Вот там стоял храм Иерусалимский Главное, достопримечательное Это Суйма Здесь они не молятся А молятся они вот здесь И стеноплач на самом деле засыпан Много рядов камней там вне зоны не видны Вот там копнули, можем оценить размеры стеноплача Аристократы шли вот здесь вот Это была арка для аристократа Вот там в углу, видно вам, выступают камни, которые остались от ЭД Вот пойду к стене плача, сейчас положу записочки Да, руки помой только От меня и от тебя Посмотрим, сбудется или нет Но будем надеяться на лучшее Я пошел Давай, с Богом С Богом Пепочку там я даду Так, пойдемте Положил я записочки В стену плача Вот с правой стороны это женское отделение А с левой это мужское Вот сейчас еще, я так понял, 10-15 минут Сборы и мы собираемся на Абельт Нас повезут в какое-то кафе или ресторан Вот там типа кушаем А после этого уже едем дальше по плану Местные достопримечательности смотреть Классно, погода хорошая Что не отнять у Израиля, так это хорошая постоянная погода Всегда сухо, всегда чисто, всегда аккуратненько Все нормально Вон и Сергей идет Володя уже звонил, Серегу потерял Молит нас, чтобы мы его отпустили в четверг на работу Привет Да Володя, говорю Молит нас, чтобы мы тебя в четверг отпустили на работу Я говорю, не знаю Он приедет перезвонить Стена плача, мужская сторона А там женская Женщин больше, а площадь у них меньше Вот они тут молятся все С тряпками, шапочками, кипами И там ортодоксы с пейсами Грязные, чумазые Солдаты вот О, женская сторона Они там сидят на стуле Молятся Да, ничего Да, да, да А вкале ле модель кито 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 плюс А здесь раскопки проводятся За этим мостиком Вот эти песни пели А что это он сказал Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Опять на святом месте, да? Да, выходим из Иерусалима Прекрасная экскурсия Сейчас выходим из старого города Садимся в наш автобус Динамо Киев И шуруем дальше У нас еще по плану Две остановки в двух святых местах Поехали! Вот такой Иерусалим Мы едем на высокую гору Там заползают пещеры А потом лезем еще по ведровкам Едем по нему Едем же мы в направлении Кибуца На перекус После этого мы с вами едем Все, пока Иерусалим Старый Пока-пока Мы с вами смотрели на место Важное всем у каждого Что такое там для Иерусалима? Там когда-то стоял Иерусалимский храм Может точно это сила Иерусалима? Мы берем самую маленькую картинку Или самую тусклую фотографию И видим золотой куб Вот мы понимаем, что это Иерусалим Вот тут гиена огненная Алякса была послужена Тоже все проработали храм Группа Константин Который был из двух частей Если бы Елена нашла крест Прямоугольная церковь Мортирию без автобуса А люди просто стояли во дворе Божественное присутствие Может быть и у стены тоже А там присадники, матины Все там вроде Башня, это что, университет? Не, вот, вот Жилой кубец, видишь? Это жилой кубец А, круто Это город-город еще Да, я представлю все Вот эти вот дома, да, объединенные? А, вот там, да Вот там три столба А на нем растут три оливки живые Вот так, круто Вот такая тут картинка Это мы приехали кушать Кибуцу Барбос кошара, бля Барбос пошел Пошел, пошел На охоту По святым камням Ну, видать его тут Все знает А он пошел Вот это, смотри-ка, зебра какая интересная Что нам время сказали Во сколько Купайте Гиеза огненная А там дома? Там люди живут? А то, что царь наследника Сыгашок Там на таких зопать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он решил проблемы транспорта старого города Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Голгофа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот они старые маслины Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воскресенье покорнется. За эту церковь. Воскресенье покорнется. Воскресенье покорнется. Воскресенье покорнется. Воскресенье покорнется. Воскресенье покорнется. Воскресенье покорнется. За здравие. За здравие. За здравие. Воскресенье покорнется. 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 Назарет, то есть у нас полный как бы боекомплект, то есть у нас каждый день очень насыщенная и бурная деятельность. В инварион 12 и 26 у нас подписано, все. Кстати, по вчерашнему дню, конкретно по Иерусалиму, должен сказать Сергею огромное спасибо за то, что он нам такую предоставил экскурсию. Вика ходила с камерой, за экскурсоводом снимала все его интересные рассказы и повествования по вечному городу, а я ходил чуть дальше с Сергеем и не забывал делать все остальные вещи, такие как покупка свечей, освещение этих свечей, потом мы их там опалили, сходили. То есть все полностью мы как бы сделали. И записочки написали, и в стену плача там тоже записки положили. То есть все как бы шло по плану. Ну вот, приехали, правда, поздно, конечно, немножко устали, поужинали, легли спать. А сейчас вот тут утро, где-то порядка 7 утра, вот, и мы собираемся в Хамат-Гадер, поедем на источники. Кстати, Сергей поставил в интернете сегодня интересный рассказ по сегодняшней программе, и там оказывается, что в этих источниках Каман-Гадер был, рядом там церковь есть, был Папа Римский, вот, приезжал. Это место славится тем, что Иисус Христос и Его ученики купались в этих источниках. Они обладают целебными всякими свойствами. В общем, здорово. Хорошие места, все такие интересные. Вот, сейчас наши девушки собираются, готовят вещи, и мы отплываем. Да, кстати, мы вчера обратно, когда выезжали, да, на свет, потому что не видно, мы вчера, когда выезжали из Иерусалима, была плановая остановка по, ну, там, кому куда. Кому водичку купить, кому в туалет сбегать, вот, а мы зашли в такой кафе, называется Элвис. Вот, купили там вина, чтобы нам не скучно было в автобусе ехать, в туристическом. И вот их, вот это вот вино, то есть оно нигде не продается, оно, его можно купить только там. Вот, так что, вот такие вот у нас еще были вчера интересные приключения. В общем, здорово, одним словом. Можно нам только позавидовать, как мы отдыхаем. И Красное море, и Мертвое море, и Средиземное море, и сейчас источники, и Иерусалим, и Назарет. А в Назарете вообще отдельная история, то есть мы там были вместе, даже можно сказать, рядом с тем камнем, где Дева Мария, произошло непорочное зачатие. Вот, то есть, такие все места намоленные. Там тоже сувениров купили кучу разных всяких, там свечки поставили, записки написали. С нами был арабский гид, торговец мясом, вот, который здесь вот рядышком магазин называется Кишинев. Ну, можно сказать, что русский магазин. Араб прекрасно говорит по-русски, вот, и он нам сделал там прекрасную экскурсию. Жалко, что это все на камеру не запечатлено, так как камера у нас появилась на втором этапе нашего путешествия. Как? Все записано. А зовут его, как этого араба? Назар. А. Надау, да? Который у нас по-назарету. Аднан. Аднан. Он говорит, что его мама жила в пещерах еще 60 лет назад, когда... Бабушка. Бабушка, да, бабушка жила в пещерах, потому что даже практически ничего здесь еще не было. Страна молодая, а то она развивалась. Еще, кстати, нужно сказать, что поездка к нам в Черногорию уже отмечена на стене. И флагом отмечено. Да, мы сейчас все покажем. Компьютерный пункт. Так что вот, это вот, кстати, Цавтат. Цавтатская бухта. Вот. Сергей и Татьяна на берегу Адриатического моря. А вот отмечено. А вот это вот, кстати, да, то, что мы не сняли на камеру, но можно сказать, что есть уже последствия этой экскурсии. Коралл-2000 это такая подводная лодка, которая плавает по Красному морю в Элате. Вот она, кстати, да. Маленькая такая здесь вот, видно. На ней мы плавали и смотрели рыбок и разные кораллы. Так что вот, видите, уже история свершилась. Фотография висит на стене. И у нас будет висеть на стене. Вот. А это вот рабочий кабинет. Вот. И, кстати, можно здесь определить, что черногорский флаг, дружственный, с там стороны, висит уже на своем месте, рядом с израильским. Не хватает только российского. Но я, Сергей, пообещал, что мы этот вопрос в ближайшее время решим. Вот. Так что вот здесь вот такой рабочий кабинет. Здесь все классно, вообще здорово. Здесь все было переделано совсем по-другому, потому что планировка квартиры вот именно в этом месте была немножко другая. У каждого приезда дивана. Да, кстати, надо отдельно отметить, что мы спим теперь на новых диванах. А что, ширму? Ты что, я зря покупал, специально под нас купил ширму, Серега. Сейчас продемонстрируют, как она выглядит. Из соломки или что она там сделана, да? Да. В японском стиле. А-ля бацай. Ну, так что, видишь, как там здорово все. Видно сразу, что нас ждали. К нам готовились. И мы рады, что нас прекрасно встречают. Вот. И прекрасно мы вместе проводим время. Вот. Фаина Семеновна еще не встала, там спит. Ну, в общем, ей отдельный привет. Так что, пожелайте нам сегодня хорошего дня, хорошего настроения. И прекрасно покупаться в источниках. Как говорится, под лечить свои старые разные болячки. Потом по плану у нас ресторан. И еще одно прекрасное место. Мы там уже были с вами. Это мы собираемся пойти в ресторан к Лазарю. Поужинать. Поужинать, да. Скушать мясо. Ну, и там все, что еще интересное будет в сопутствующем. В течение дня. Кстати, вот еще тарелочка Монтенедро. Представляете, какая красивая. А ракушка, смотри, какая большая. Да, а эта ракушка была куплена. Ой, шишки какие. В Эйлате. Шишка какая. Огромного размера просто. Да. В общем, у нас все очень и очень хорошо складывается. Все, выходим. Да, все. Мы грузимся и едем на Хамат-Гадер. Чао. Мы едем на Хамат-Гадер. Вот подъехали к уровню моря. И сейчас будем спускаться вниз. А это Кенерет. Озеро. Пресноводное. Сейчас поедем мимо наших старых мест. Где я крестился в Иордании. Да. И будем держать дорогу туда, на границе с Иорданией. На Хамат-Гадер. Ясная, хорошая погода. Тепло. Градуцик, наверное, 27, наверное, уже, да? 25. 25, наверное, 27. Вот. Боевые подруги, немножко прокисшие, сидят в машине. Уставшие от злоупотребления алкогольных напитков. Ну ладно тебе. Ну, а что ж. Будем называть вещи своими именами. Ну, мы все мы взяли, правильно. Да, взяли горючее. Сейчас заправим вас. И все будет хорошо. Жив, пушкотом. Да? Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто наши телезрители! Рады приветствовать вас на Израильской земле! Мы находимся практически на границе с Иорданией. Вот та вышка свидетельствует нам о том, что мы находимся на границе. Место называется Хамат-Гадер. Это сероводородные источники. Вот здесь в этом месте находится прекрасное такое вот уникальное место с такой вот водой, которая имеет температуру 43 градуса и впадает в реку Иордан, в которой мы тоже крестились. А потом впадает в Мертвое море. Это место называется SPA Village. Прекрасный такой отельчик, который расположился вот в таком прекрасном уютном месте. Мы находимся ниже уровня воды морского океана 400 метров. Здесь мы уже не первый раз, мы здесь уже много раз были с нашими друзьями. Да! Вот такие вот здесь вот находятся термальные источники. с Ниагарским водопадом. Точная копия. Точная копия. Вот здесь вот такой вот находится, такая вот находится банька, сауна, в которой мы тоже несколько раз отдыхали. Вот, а вечерами здесь зажигают вот такие вот факелы. Мертвое. Поэтому здесь приходится очень так уютно и очень здорово. Можно ночью принимать все это. Мертвое выделяется с воды. Метана не изгораивает здесь. Это Серега. Идем я покажу там, где ты не будешь. Пойдем посмотрим. Это место на русский язык можно перевести. Это просто рай. Это точно. Место не дешевое. Место для таких, скажем так, обеспеченных людей. Вот номер здесь стоит... Пойдем посмотрим номера. Давай элементы. А, давай посмотрим элементы. Присутствуют в воде. Да. Кальций, магний, калий, натрий, барий. Не барий. Это бром. Написано на еврейке бром. А, бром. А вот это что? Имя не знают. Эс. Это... Сера. А, сера. И находиться в этой воде можно не более... Вот вода. Градусы постоянно. 42 градуса. И находиться здесь, по-моему, не более 15 минут. Можно. А там находятся виллы. В бассейне меняется 600 кубических метров в час. Вот так вот. Проточная вода. То есть она всегда чистая. А там находятся виллы. Пойдем посмотрим виллы. А вот мы здесь, когда были в первый раз, мы здесь снимали две такие виллы. В каждой вилле находятся по джакузи. Это здесь комнатки. Массаж. Массажные, да. Здесь можно заказать массаж. Есть также ресторан. В этом ресторане завтрак и ужин включен в стоимость проживания. А стоимость проживания... Сколько там? Практически 300 долларов в сутки, да? Да. Дороговато. Дороговато, конечно. Но ресторан того стоит. Да. Сейчас мы зайдем и вам покажем блюда национальной израильской кухни. В этом ресторанчике. Что здесь еще можно сказать об этом месте? Что сейчас конец декабря, а температура здесь около 26 градусов. Да. Летом здесь, конечно, жарко, а зимой сюда приезжать просто очень здорово и классно. Да, здесь есть маленький сафари-парк, в котором проживают крокодилы. Там есть крокодиловая ферма. Попугаи. Есть шоу попугаев, на которые мы тоже ходили. Есть черепахи разные, обезьяны, попугаи и прочие товарищи. Вот такая вот лаунж-зона. Это ты элиты снял. Можешь снять, как отдыхать простые смерти. Сейчас снимем. Вот здесь вот ресепшн-зона. Вот такая вот спорт-клуб. Да. А там дальше, вот в той стороне находится точно такая же вода, такие же бассейны. Но только там стоит все это гораздо дешевле, чем вот в этом спа-вилледже. Прекрасная здесь архитектура, зелень, пальмы. Короче, круто. Ну вот, а мы идем дальше. Посмотрим номера и зайдем в ресторан. Каждая вилла оборудована сероводородной вадной, так называемой джакузи. В этой джакузи можно вот такие вот. Здесь тут 129 таких вот номерочков небольших. Хабиби поздоровались. Хабиби. Хабиби, да, да, да. С нами здорово. Ага. Вот такой вот домик отдельно стоящий. Оборудован он внутри по самому последнему слову техники. Да, номера вышка. Входит в стоимость практически все антрибуты банного вот этого комплекса. То есть там даже до расчески все вообще есть. Наши номера там. Вот наши номера там. 117, 118. Точно. Вот 116 пошло. 116, 117. Да. Вот такие вот разные всякие цветочки здесь. Разные. Вот такие вот классные. Пойдем. Ну пошли. А подтуда пройдем. Я далеко не ходил. Ну пойдем посмотрим. Так что те, кто будут приезжать в Израиль. Милости просим и в Хамат Гадер. Поправить свое здоровье. Размять косточки. Попариться. Вот. 117. И 118. Вот эти два номера наши. Да, ну сюда просто так не попадешь. Поэтому надо заказывать за полтора месяца. Вот такая вот красота здесь. Тишина, покой, уют. А пальма двадцать. Вон она. Вон она. Да, вот это вход. Вон твоя пальма. Да, 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 да. Точно, точно, точно. Сейчас посмотрим. Вот она красавица. Ага. На нее не залив здесь просто. Вот такая вот пальма. Посмотрите. Превосходная. Ну что, пойдемте теперь в ресторан посмотрим. Чем кормят. Вот. Чтобы вы уже приезжая сюда, в Спавилович, были четко информированы на все случаи жизни. Какая здесь еда, какое питание. Объявили, что для россиян визы отменены. Да, россияне сейчас могут без визы. А еще, если ты являешься не резидентом Израиля, то для тебя скидка десять процентов на... Для туристов. Да, на все туристические услуги. Включая размещение в гостиницах. Мы еще поедем на Мертвое море. Я вам обязательно покажу все прелести отдыха на Мертвом море. Будем мы жить тоже в классном отеле. Называется он Спа Клаб. Но там немножко другая тема. Тоже это все... О, кстати, посмотрите. Так, не означаю. Вот такие вот висят здесь грейпфрукты. Никто не рвет. Никто не рвет. Ни у кого даже в голове нету мозгов пойти что-то оторвать, сломать. Так что, вот так вот. Спасибо огромное нашим друзьям. Сергею, Татьяне, Фаине Семеновне. Что они нас так прекрасно встречают на израильской земле. Это, конечно, вам еще спасибо. И мы с вами отдыхаем. Да. Ну, в общем, одним словом, все для друзей. Так, а сейчас мы с вами... Да, кафетерий наружный. Здесь можно попить кофе, выкулить сигару. Вот. А мы с вами заходим в ресторан. Наша бригада ух работает до двух. Виктория Викторовна, передайте привет нашим друзьям. Тихо, нам уже замечательно. Ничего страшного. Вот мы сидим. Здорово вам. Всем привет. Да, всем привет. Спасибо. Да, это красошка. Вот, сейчас я покажу, чем кормят на завтрак в Израиле. Кофе, чай, сырок, бутербродики, домашний хлеб. Всякие фрукты. То есть, приезжая в Спаклап, можно спокойно себя и уютно, хорошо чувствовать. Вот это вот очень вкусная рыбка. Селедка очень вкусная, сыры, грибочки, салатики. Очень вкусный кефир. И вообще молочная посудка, всякая разная. Ну и, конечно, израильские вина. Вот такие вот израильские вина. Все это кошерное. Так что, всех ждем здесь, в Израиле. Ну что, пожелайте нам приятного аппетита и хорошего времяпрепровождения. Чао, пока. До новых встреч. Там я яиц полное. Израиль, 26 декабря 2011 года. Хамад Гадер. Крокодиловая ферма. Кормим рыбок, но пытаемся и покормить крокодила. Это аллигатор. Скажи, что желающих идти в воду нет. Я говорю, брось булочку. Он говорит, может ему прикурить еще дать. Но судя по тому, как вырос, высох нос у крокодила, я думаю, что он в таком положении находится уже давно. И подружка тоже с сухой башкой. Другарица. Да. А так вот. Отдельный привет в Швецию, в Готеборг. Россия, привет. Украина. Израиль, форево. Вот он какой красивый здесь ходит. Хамад Гадере. На источниках тут сероводородных. Ну-ка, лопусик, покажи свое личико. Красавец. Да, да, скажи что-нибудь. Вот такой тут Хамад Гадер красивый. Убежал, убежал. Он-то убежал. А мы тут продолжаем. Вот он. Пошел, пошел, пошел. Ну я за ним уже не угонюсь, а то спугну его. В туалет пошел. вот здесь столько воробьёв 9 января вода горячая все тут плавают пар идет там вот душевые вот там душевые находятся а здесь находится мостик и на мостике еще есть закрытый бассейн здесь вода самая-самая горячая 40 чем-то градусов сейчас я вам покажу какая там красотища красотища вода идеально чистая вот как здесь красиво пойдем дальше тут мостик и вот там водичка чуть попрохладнее с гидромассажными ваннами вот там джакузи вот там внизу отсюда не видно вот там джакузи вот там джакузи а тут вот наши джакузи ребятушки наши павлины а вот сзади них находится спа-виллаж-отель мой самый-самый любимый отель который состоит с таких деревянных домиков и в каждом домике джакузи вот с этой сероводородной водичкой несмотря на то что сегодня паспортно все равно очень тепло и классно но мы сегодня дождей да передать всем привет передаем привет мы находимся в израиле в городе метула приехали покататься на коньках вот такие вот одели коньки сегодня 28 декабря 2011 года но это то ладно я хочу показать вот такую вот картину валяется оружие на полу с патронами заряженная а израильские солдаты пошли кататься на коньках им пофигу все им посрать видите да народу никого нет оружие валяется вот у нас в россии за вот такой вот посадят сразу в тюрьму лет на восемь да так что вот а каток выглядит вот таким вот образом сейчас покажу как виктория викторовна катается на коньках каток и лед идеальный видно сразу да сейчас и мы прокатимся здесь тренируется олимпийская сборная по израилю там виктория виктор она поехала виктория викторовна передай привет нашим подписчикам серёге швеция готыборг привет лед хороший ровный ооо серёга привет звезды на льду точно я понял по кругу как везде я снял оружие как израильтяне бросили пошли кататься на коньках а а да снял у нас 20 лет 8 дали серый тюрьмы ладно поздравляем всех с новым 2012 годом ура товарищи ура здравствуйте дорогие наши подписчики дорогие друзья и просто телезрители рады приветствовать вас на израильской земле на святой земле в районе города метула мы находимся на высоте 1500 квадратных метров рядом с горой хермон недавно выпал снег вот если можно увидеть вон там вот выпал снег вот и мы сейчас покатались на коньках канада центре искупались в бассейне сходили в сауну сейчас приехали на обед в ресторан тахана тахана переводится как остановка это мясной ресторан здесь есть разные вот такие вот разные всякие грильницы мангальницы барбекюшки вот сейчас мы зайдем и все сами увидим с вами отдельный привет хочу передать всем нашим друзьям зверь nokia привет сергей боксер привет юлечка привет настенька привет огромный привет ире мыльниковой ах тут закрыто уже огромный привет всем нашим друзьям тех кто нас знает привет сейчас зайдем посмотрим чем тут кормят в этом ресторане и что тут вообще есть здесь вот такой вот есть зал он сейчас закрыт вот такой вот мангал с дровами есть а самое интересное что здесь вид очень потрясающий на озеро кенерет это рядом с рекой иордан в которой мы крестились вот она находится вон там вот за той горой потрясающе красивый такой местный ресторан здесь все блюда мясной кухни всякие маслинки посмотрите какой бычара стоит вообще здорово топится все это дело дровами есть мангал огромный есть камин вот такой вот барчик здесь есть вот разливное пиво вот такое вот пиво есть легкая стеллатоа очень классно все в таком национальном духе в национальном стиле очень тепло здесь потому что топится камин иду посмотрите какой каминчик здесь есть очень тепло здесь очень комфортно так что все те кто будут в Израиле обязательно приезжайте в метулу и посмотрите что здесь есть а это наша шумная компания отдельный привет хотим передать Саше с Таней Таня с Сергеем спасибо Иришке мыльниковой ребятам Сережке на тусику всем привет да а вы нам расскажите хоть что это такое как это называется вот это мясо как называется это синта синта еще жарится еще на жире стоит на каменной горячей платье понятно а вот эти салатики даются бесплатно если ты заказываешь горячее а вот это что это как хотели по-русски это мед с вином баклажаны это что-то с медом а это что это картошка а вот это что такое это у тебя вот это осада ну это рис а вино которое мы пьем это кошерное вино как оно называется кармель винери да мы и голландское вино пили ну кстати голландское тоже неплохое а голланд 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 это есть голландия а это наше вино точно ну что пожелайте нам приятного аппетита чао пока хорошо чао, чао гуд ну что добрый день добрый вечер добрый вечер дамы и господа наши подписчики сегодня 5 января 2012 года и мы находимся на мертвом море в израиле вот такие вот здесь вот прибамбасы устроили нам в отеле клап спа вот такой вот здесь барный комплекс всякие чаи такая фигня вот а мы сейчас пойдем в спа комплекс посмотрим чем мы тут забавляемся вот такие вот соки шмоки всякие фрукты фруктовые корзинки всякие массажики здесь делают в этом спа комплексе а сегодня тут прием каких-то летчиков с израиля испытателей поэтому для них тут все тут чики брики вот тут вот хамам тут вот бани всякие разные суки и всякие остальные вот это вот бассейн с мертвой водой это вот Виктория Викторовна парит попу вот в этом джакузи передай привет всем нашим подписчикам вот так вот Сереге боксеру с Швеции с Готеборга с Юлей вот так вот мы здесь вот встречаем плавно Новый год полный релакс мертвая вода она же вообще такая с мертвого моря она такая полезная короче а вот эти вот два чувака сейчас такую тут исполняли не для камеры короче просто такие танцы-шманцы на воде е-е-е-е вот а там вот сероводородная джакузи там вот за стеклом находится такая летняя веранда для принятия солнечных ванн везде стоят вот такие вот всякие прибамбасы для утоления жажды там водичка всякая разная там вообще классно все сделано по уму и все на самом деле недорого стоит вот мы за 4 дня отдали всего лишь 970 долларов США я думаю что это недорого вот ну и мертвое море недалеко здесь находится буквально в 100 метрах отсюда вот вот Виктория Викторовна тут получает релакс да короче всем нашим подписчикам всем нашим друзьям огромный привет из Израиля ну пока ну чё привет чуваки мы накануне рождества 7 января 2012 года Находимся в Израиле На Мертвом море В отеле Club Spa Вот такая вот здесь происходит картина Я ее называю Танец лебедей Вот такие вот чуваки Короче танцуют Вот такие вот выписывают пируэты Я думаю Что это целая программа И Виктория Викторовна Вон она, она там На заднем плане ходит, ходит, маячит А вот этот чувак каждый день И каждый день с новой телкой Вот у него одна телочка была одна Вчера Сегодня другая И вот такие вот у него Видишь танцы, шманцы, обниманцы Я думаю Что для телки наверное это хорошо Потому что она такое Получает неземное удовольствие Тем более это вода Мертвого моря Которая практически в невесомости Вот Тория Викторовна села Да Водички попить Вот А ребята короче Вот такие выписывают тут Разные всякие такие пируэты Я думаю Что это вот даже как-то называется Вот эта программа Я даже не знаю Как она называется правильно Но Короче Блёданс я ее назову Программа называется Блёданс Да и чуваку наверное тоже нехерово С телочками поплавать Он это целый мастер-класс Да А я просто вот наблюдал Вот за этой тёлкой Да И она Короче Ожидала своей очереди Приблизительно минут 20-30 Пока в джакузи разминалась Уже в душ сходила Там еще что-то Вот И сейчас пришел ее момент Ее звездный так говорится час Вот у нас есть программа Там Танцы на льду Там Ледовый бум Там еще что-то А это вот я считаю Блёданс Называется программа Вот такие вот всякие интересные у нее Тут пируэты Круто да? Да Тёлочки видать там хорошо Сейчас По кайфу короче Вот так вот Вот так вот О серый боксер Век живи Век учись И дураком помрешь И вот такие танцы на воде Ее-е-е Существуют В Израиле На мертвом море Вот это Толстопус Тоже пошел Мешаться там Не дают им Совокупляться нормально Ну ладно Короче Чуваки Я вот эту программу Хотел вам показать Еще вчера Надеюсь Вам понравилось Ну ладно До новых встреч Чао Пока Здравствуйте Дорогие наши Телезрители Наши подписчики Ведем сегодняшний репортаж Мы 6 января 2012 года Из Израиля С мертвого моря В отеле Под названием Спа клап Вот такие вот здесь Ходят Чуваки Вот такие вот И что он то будет делать Интересно Что это будет Даже не знаю Отгадайте эту загадку Что бы это значило Надо послать на программу Что где когда Где мы знаем Когда тоже А вот что это Неизвестно Ладно чуваки Идем дальше Пока Чао У мертвого Мертвого Моря Где чайки Не поют У прибоя Восьми Идем Израиля Здравствуйте Дорогие наши подписчики Наши телезрители Мы находимся В Израиле На мертвом море Рядом с границей С Иордании Прекрасная погода Немножко ветрено На дворе 4 января 2012 года Виктория Викторовна Передайте привет Нашим подписчикам Чего хотите сказать? Что тут супер Супер-купер Здорово Здорово Вот мы и продолжаем наш ролик О мертвом море Вот это гостиница Меридиан Мы жили там Год назад Здесь самый лучший пляж А сейчас мы живем Очень там Вот далеко Спа Но там самый лучший спа Но мы все равно пришли сюда Потому что мы не изменяем Своим родным местам Вот сегодня у нас 4 января Солнце светит вовсю Немножко ветрит, конечно Вот там вот у нас Кто-то тут Плавает Что он там делает? Сережек Как вам? Изучение иврита Да, листай Только задом Наперед Вот это мы находимся Здесь на границе С Иорданией Вот там на том берегу На том, на том На том уже находится Иордания Все так близко По ширине 7 километров Ой, Сережа Тебя ветром придуло К нам сюда поближе Привет всем Сережки с Юлей Из Гетерборга Сережки с Танюшкой Из Хайфы Фарень Семеновне Иришке Всем нашим Наташа С Сережкой Нашим всем стоматологам Спасибо другим Нашим изобретянским друзьям Да, они вот такие вот путевки Да, и хочу вам новость сказать Что оказывается Раньше было все наоборот А сейчас Получается, что для туристов На 20% путевки дешевле Чем для местных израильтян Потому что у них стали считать Какой-то налог Кто-то ихний А вот теперь я вам хочу показать Какие тут солевые отложения Вот, видите Какие солевые отложения здесь А почему этот берег мне нравится Потому что не успели зайти По песочку Как сразу попадаете в солевую гущу Такой массаж и пилинг для тела Просто волшебно А почему? Вот здесь, вот там, вдалеке Находится Ахава Знаменитая фабрика Вот там знаменитая фабрика Она для себя делает такие запруды Вот, по ним ездят Мыши, могут люди гулять Вот такая запруда Буквы Г И поэтому здесь скапливается соль И все самые хорошие минералы Вот, народу, как видите Вы тут не совсем много Песок, пресная вода Больше 10-15 лет находиться нельзя Ну как вам водичка? Ну что, как вам ролик? Понравилось? Уверен, что понравилось Спасибо большое Лайк не забудьте поставить До новых встреч Пока Пока